Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Джулиан Росси Эштон. Австралийский художник, педагог английского происхождения. Данные я беру из Википедии. Наиболее известен тем, что основал художественную школу Джулиана Эштона в Сиднее и поощрял австралийских художников, которые запечатлевали местную жизнь и пейзажи на пленере, оказав большое влияние на движение импрессионистов Эльдербергской школы. Был главным организатором выставки австралийского искусства 1898 года в Лондоне. Родился в семье американского художника-любителя 27 января 1851 года. В возрасте 15 лет начал работать в офисе инженеров Великой Западной Железной Дороги. Там он оставался 6 лет, проводя все свободное время за рисованием в Южном Кенигстоне. За это время он 3 года учился в школе искусств Западного Лондона, затем отправился учиться в Академию Джулиана в Париже, начал иллюстрировать книги. Также добился значительных успехов как художник, выставляясь в Королевской Академии Искусств. Эмигрировал в Мельбург в 1878 году, прожил там 5 лет, прежде чем переехать в Сидней. Был избранным президентом художественного общества Нового Южного Уэльса с 1886 по 1892 год. Изучал современный французский реализм в Барбизонской школе, которая делала упор на живопис на плене и которая заложила основу для импрессионистского движения. Как попечитель художественной галереи Нового Южного Уэльса, он защищал начинающих австралийских художников австралийского импрессионизма. Среди учеников Джулиана Эштона были Уильям Добел, Джон Олсен, Фред Лейст, Брэд Уайлдли и Нора Хейзен. Был женат дважды. 27 апреля 1942 года скончался в Сидней в возрасте 91 года после продолжительной болезни. До своей смерти он по-прежнему был учителем рисования. Вот так вкратце из Википедии о Джулиане Россе Эштон, австралийском художнике и педагоге английского происхождения. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok